МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис. И вместе со мной сегодня работает оператор Михаил Осетров. Весна на дворе, снег с городских магистралей в основном сошел, и обнажились ямы. Естественно, ездить становится неудобно, но класть горячий асфальт тоже пока нельзя, потому что температура то и дело переходит через ноль. То плюс, то минус. Как быть в этой ситуации? Есть технология заделки ям так называемым литым асфальтом. Поехали разбираться, как это делается. Технику подрядной организации мы встретили на шоссе космонавтов в районе Газнака. В индустриальном районе в полный рост как раз идет тот самый ямочный ремонт с заделкой ям литым асфальтобетоном. Преимущество данной технологии в том, что она не требует особо, скажем, не капризно к обработке. Яму не нужно готовить, не обрубать края, ничего. Нужно только подготовить, убрать большую грязь. Данная технология даже рассчитана работать на влажное покрытие. Наступил сезон распутиться, так скажем. Температура прыгает через ноль. Как правило, самые дефекты. Горячим асфальтобетоном пока нельзя работать. Выходим с литым асфальтобетоном. Совместно с заказчиком составляем дефектную ведомость, повреждения непосредственно объекты и начинаем планомерно работать. В индустриальном районе работы проводились на улицах Леонова, Карпинского, Свиязева, Рязанской, Адоевской, Верхнемулинской, на шеста космонавтов, на Гомовском тракте, на Качалово, Левченко и 9 мая. Профилактические меры позволят продлить срок службы дорожного полотна и уберечь покрытие от перепадов температуры, характерных для ранней весны. Общая площадь ремонтированных участков в индустриальном районе превысила 500 квадратных метров. В дальнейшем, когда потеплеет, устранение дефектов дорожного покрытия будет проводиться по мере появления неровностей до конца осени. В этом году в индустриальном районе запланировано почти 54 тысячи квадратных метров ремонта, именно текущего ремонта. При этом у нас еще дополнительное финансирование выделено за счет федеральных средств. Еще будет ремонтироваться улица Шоссе космонавтов полностью, от Стахановской до Иверятской развязки и улица Промышленная. Итого в этом году будет отремонтировано 183 тысячи квадратных метров дорог. Всего же в этом году в Перми отремонтировано дорожное полотно общей площадью 1200 квадратных метров. Ремонт литым асфальтом прошел на Светлогорской, Федосеево, Чистопольской, Кировоградской, улице Адмирала Макарова, Камышинской, Адмирала Нахимова, Торговой и других. Итак, дорожный ремонт в Перми начался, несмотря на то, что на улице все еще холодно. Работы ведутся, что называется, в полный рост. Прежде чем попрощаться, напоминаем, продолжается наш конкурс на лучшую новость недели. Вот подарок. Два сертификата на два часа катания в Семейном центре развлечений «Планета» на улице Пермская, 7. Семейный центр развлечения «Планета» приглашает всех на свой день рождения. 25 марта с 14 до 16 на роллер-дроме вас ждет интереснейшая программа. Аниматоры, выступления, роллер-школ и, конечно же, угощения и розыгрыш подарков. Не пропустите. На этом Игорь Гиндис и Михаил Ситров заканчивают свою работу. Не забывайте телефон нашей информационно-справочной службы и сайт телекомпании «Рифей» в интернете. Пишите и звоните. Завтра увидимся. А на сегодня все. Спасибо. Удачи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова